всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо что вы выбрали это видео для просмотра а что что в 2022 году нам ждать чего ну тоже хотелось бы сейчас пройтись по месяцам и ядварь 2022 года первые числа января 2022 года вы сейчас видите перед собой карту конфликт между ураном он кстати ретроградный на начало года и сатурном это также некоторые государства будут между собой враждовать люди будут бастовать то есть все это дело продолжается да во всяком случае в январе 2012 года все это может быть но здесь также и хорошие какие то есть нюансы потому что вы видите вот уран до который стоит знаки зодиака телец он неплохо организован вот с этими планетами которые скопились знаки зодиака козерог здесь венера и здесь солнце венера кстати тоже ретроградная чуть попозже расскажу что это значит вообще неплохо будет тем компаниям которые занимаются компьютером новыми технологиями на на технологиями общением на каком-то более высоком уровне также самолеты вертолеты строительства до вертолета строения самолета строения там тоже могут быть какие-то очень хорошие перетрубации скорее всего какие-то нововведения которых раньше не было изобретательской в изобретательской среде очень хорошее время для ученых но это короткое время хорошо бы для ученых в остальном для ученых для астрологов для людей которые что-то изобретают для государств это время довольно напряженная и контроль тотальный контроль ретроградная венера надо понимать так как в январе скорее всего некоторые страны проведут либо какую-то денежную реформу причем такую с с контролирующим уклоном возможно введут какие-то дополнительные контролирующие возможности для интернета интернетные деньги пострадают и те которые вы реально переводите куда-то или оплачиваете куда-то и те деньги которые сейчас вот эта криптовалюта да она по-разному называется разные названия у этой криптовалюты в общем вот эти деньги которые в интернете они тоже каким-то образом попадут под контроль под санкции ну и в целом в этом месяце марс будет стоять в знаке зодиака стрелец очень хорошо для поездок за рубеж для дипломатических сотрудников для почему потому что хороший мог может быть хороший контакт с иностранцами февраль 2022 года и вы видите перед собой февральскую карту тоже довольно напряженная венера кстати и уран выравниваются уже феврале месяце это будет более положительным временем для того чтобы совершать поездки на самолетах вертолетах в принципе поездки куда-то но здесь обратите внимание что тот тотальный контроль контроль еще раз контроль будут проверяться ваши документы будут очень серьезно спрашивать с вас эти qr коды и так далее и здесь обратите внимание ретроградный меркурий в знаке зодиака козерог кстати 2022 году ретроградный меркурий будет ходить по земным знаком зодиака а значит контролировать и делать перед рубации для тех людей у которых эти земные знаки довольно серьезно выражены вообще что это за период такой с ретроградным меркурием это период когда отменяются рейсы самолетов рейсы автомобилей автомобили ломаются теряются мобильные телефоны ломаются ключи от ваших домов и так далее вообще хорошее время для того чтобы пересмотреть какие-то договоренности которые были подписаны ранее контракты контакты и так далее если у вас есть какой-то мобильный телефон который вы хотите поменять это то самое время когда нужно этим заняться но видим что солнце и сатурн опять же стоят знаки зодиака водолей а это значит что они стоят квадратуре по отношению к урану все это вот народные волнения несогласия государства с людьми люди хотят больше свободы а государство хочет более больше тотального контроля над людьми прошедший 2021 год фейсбуке просто невозможно что-то написать потому что сразу тебе прилетает но это вот если кто-то фейсбуком пользуется я вот например пользуюсь я понимаю что там просто невозможно уже какие-то слова говорить март 2022 года и вы видите как соединяются тучи в знаке зодиака козерог здесь венера марс и плутон соединены воедино к сожалению это то самое время вот примерно такое в такое время началась всеобщая пандемия во всем мире там еще стоял сатурн и юпитер в соединении с этим плутоном и я здесь могу прогнозировать что здесь могут нас опять посиди посадить какие-то страны я не знаю какие именно на карантин то есть всех всех опять посадят и всех опять будут контролировать выйти на улицу только на часик говорить встречаться ни с кем нельзя и так далее я не могу сказать какой это стране именно будет вот здесь что меня радует в марте месяце посмотрите расхождение сатурна от квадратуры с ураном случилось наконец-то что-то будет полегче например это полеты на самолетах например это поездки например страны наконец-то договорятся со своими гражданами и вот посмотрите почему я еще так считаю вот здесь вот рыбы да в рыбах очень много планет и они становятся дружественным протягивают руку помощи такую этому урану наконец-то уран так сильно давить нам на мозги не будет потому что ну раньше же тоже вообще было невозможно общем март месяц это такое как бы открытие с одной стороны границ для людей для того чтобы люди начали переезжать приезжать друг другу и так далее хотя мы с вами должны помнить о том что сатурн еще остается в знаке зодиака водолей а значит давление и контроль над нами с вами все еще серьезно продолжается а люди этому препятствуют люди не хотят больше такого контроля люди хотят быть более свободными апрель 2022 года основная часть планет в таких знаках зодиака как водолей рыбы овен ну и естественно телец могут происходить какие-то подковерные игры посмотрите соединяется юпитер его нептун здесь могут происходить встречи между дипломатами но какие тайные встречи да скорее всего то о чем они там будут говорить на своих саммитах нам с вами представлять предоставлять не будут либо часть информации будут утаивать здесь смотрите сатурн соединился с марсом и венерой а это можно считать каким-то контролем надо деньгами которые находятся в интернете это те же самые криптовалюты а также любые средства для перевода денег и вообще могут любые деньги уже переводится исключительно вот в электронную форму например вы раньше могли получать зарплату наличкой да так или иначе а вот теперь нет вот теперь контроль именно затем сколько вы получаете черного нала вот теперь только на карточку пожалуйста положите да вообще довольно хорошее время также для тех людей которые занимаются новыми технологиями работают научными сотрудниками работают вообще в принципе в научной сфере а также изобретатели вот кое-что нового люди могут изобрести к сожалению такие новости не часто попадают новостные ленты я вот их не вижу но давайте с вами посмотрим на апрель месяц 2022 года скорее всего там будет что-то но очень интересная также вы знаете это может связано быть с пилотированием вообще в принципе самолетостроением вот тут надо посмотреть что нового придумали самолетостроение я не знаю у меня нет информации которая бы поступала ко мне именно от военных но судя потому что марс пришел именно на водолейские вот эти вот три планеты то там скорее всего бы и будет происходить будет разворачиваться основная стратегия событий потому что скорее всего будет некое нововведение именно у военных летчиков но может быть нам с вами даже об этом и не расскажут потому что мы знаем что всегда все что связано с военными чаще всего это засекречено и почему за секречено посмотрите какой выраженный тоже знак зодиака рыбы рыбы это всегда секреты и тайны и посмотрите сколько планет находится воинственном знаке зодиака овен а это и меркурий и солнце я здесь не смотрю луну потому что она уйдет а мы говорим в принципе о месяце и скорее всего да здесь будет что-то нововведение какое-то у военных вот эти планеты знаки зодиака овен они прекрасно дружат с планетами в знаке зодиака водолей ну и так как у меня у нас здесь уран вообще уран находится в знаке зодиака телец довольно долго в течение семи лет если мы вспомним прошлое возвращение урана в телец так мы попадем с вами как раз таки на время репрессии в сталина ну это в наших странах в бывшем советском союзе это и гонение на религию и прочее прочее в общем вы сами можете все это время вспомнить поэтому уран в знаке зодиака телец стоит не просто так он очень серьезно разрушает очень хорошие такие стабильности которые раньше были незыблемыми давайте на май 2022 года посмотрим выражен знак зодиака рак это время будет благоволить людям которые занимаются музыкой изобразительным искусством психологии до той же самой астрологии эзотерикой люди которые идут в дальнее плавание морякам людям которые занимаются рыбками в домашних условиях разведением рыбок и также экспорт импорт вообще любые виноводочные продукции здесь очень хорошее время для того чтобы наладить отношения со своими партнерами за границей пожалуйста не упустите его если кто-то занимается коммерцией то это прям вот расширение возможности расширения своих коммерческих связей с людьми которые живут за границей либо с людьми другой культуры либо они живут в одной стране но очень далеко от вас принципе хорошее время для тех кто занимается телевидением и пишет или монтирует видео в знак зодиака телец пришло солнце и мы с вами тоже понимаем что оно становится в соединении с ураном здесь могут быть народные волнения но вот вы знаете стоит это все в секстиле да вот эти все планеты в рыбах и с планетами в знаке зодиака телец неплохо обращаются но вот как это аукнется в мире потому что даже на самых хороших аспектах очень часто происходят народные волнения а контролирующие организации при помощи военные техники это волнение подавляют так что вот я не знаю даже как здесь прогнозировать с одной стороны время хорошие с другой стороны опасайтесь пожалуйста столпотворения июнь 2021 года посмотрите как выглядят планеты на этот период времени воинственные настроения могут нарастать в июне месяце потому что посмотрите знак зодиака овен вошли две планеты это марс и юпитер а это однозначно такая не совсем адекватная ситуация по вопросам армий разных стран ну и в знак зодиака телец вошли некоторые планеты здесь тоже могут быть вопросы связанные с пиротехникой со взрывами и взрывчаткой некоторые вопросы в мире могут подниматься по поводу обеспечения и обеспеченности населения потому что смотрите телец это всегда про деньги это всегда при про насыщенность это всегда про сытость это всегда про продукты возможно станет вопрос какой-то в мире о том как продукты можно продавать можно не продавать что сюда венера вошла это всегда деньги перетрубации по вопросам контрактов и контактов с людьми которые занимаются обеспечением продукции всю весь мир или отдельные страны почему потому что здесь ретроградный меркурий мы видим его в июне месяце и конечно же договоренности между окружающими людьми здесь будут очень важны но скорее всего это будут какие-то мощные передоговоренности между людьми и между странами потому что здесь очень неплохие аспекты называется без их стиль такая такая конфигурация посмотрите здесь плутон вверху этой конфигурации нептун то есть это опять же вопросы экспорта импорта и и иностранных каких-то государств и сюда приходит меркурий конечно же вопросы договоренности июль 2022 года мы видим что у марса и у плутона между собой серьезный конфликт вот давайте будем наблюдать за июлем 2022 года потому что здесь могут быть как землетрясение так и извержение вулканов так и какие-то воинственные революционные перевороты в некоторых странах вообще обострение в принципе в мире по вопросам обороны но здесь очень хорошо к марсу стоит сатурн но посмотрите он ретроградный то есть какие-то сдерживающие факторы будут присутствовать и нечто будет такое что постарается устаканить эти воинственные настроения и урезонить людей которые между собой конфликтуют причем это группы людей это масштабные какие-то почему я говорю армия да это прежде всего масштабные какие-то организации связанные с милитаризмом а посмотрите пожалуйста на этот ретроградный нептун также он пока ретрограде часто в мире случаются наводнения и здесь у него квадратура с меркурием у нептуна говорим о том что возможно активизируются телефонные мошенники буди очень осторожны с теми с кем вы общаетесь посмотрите у солнца между солнцем и юпитером здесь тоже квадратура говорится о неадекватности поведения некоторых людей некоторые люди будут считать что они выше других лучше других и чекичится своим тщеславием положением в обществе социальным статусом или тем что они иностранные граждане и так далее то есть это тоже может приводить конфликту очень большие группы людей социальные группы людей потому что юпитер это социальная планета и один какой-то человек скажет да вы тут вообще никто ему группа людей скажет а мы тебе сейчас надоем в торец ты посмотришь в том или не то и группой будут нападать на этого одного человека который решил что остальные здесь просто ничтожество по сравнению с ним но и такие барин знаете указание такого барина если бы я сейчас рассматривала чью-то натальную карту давайте посмотрим на август месяц 2022 года какие здесь планеты приготовили нам актуальные аспекты но и мы видим очень серьезный конфликт опять между сатурном и ураном уран уже подходит видите концу знака зодиака телец и это говорит о каких-то серьезных перетрубациях в сторону революции в некоторых странах революционное настроение буду даже в тех странах которых казалось бы ничего не предвещало люди будут обязательно социум обязательно будет говорить о том что властям о том что их не устраивает это не обязательно здесь о каких-то вопросах корона вируса и вопросах вакцинации так далее это в принципе здесь закрепощение закабаления в интернете закрепощение закабаления по вопросам передвижения в другие страны это пилотирование самолетостроение и так далее возможны проблемы какие-то в среде изобретателей и научных сотрудников вот здесь вот могут придумать для нас очередную новую вакцину которая якобы побеждает коронавирус но все это вы видите на каких неблагоприятных аспектов общем будьте осторожны потому что здоровье вы потом не купите а посмотрите каким гармоничным образом начинает складываться отношения между плутоном и нептуном и вот вы знаете 2024 год он там сложит между еще одной планетой хорошие отношения с этими дальними и это будет уран и получится здесь бисик стиль вот это будет более хорошее более гармоничное время для всех стран для всего мира для нас с вами и вот я очень жду начала конца 2024 года начала 2025 кстати в мире сменится очень много правителей но это есть чуть-чуть наперед забегая а пока что я вижу вот но серьезные такие перетрубации в интернете в частности по контролю в интернете а также вот неплохо будет складываться отношения между некоторыми группами иностранных правителей между иностранными правителями некоторых стран то есть люди начнут хоть немножко идти навстречу друг другу для того чтобы договариваться посмотрите здесь юпитер ретроградный а это значит вот народные волнения могут о себе давать знать причем где стоит этот ретроградный юпитер знаки зодиака овен воинственные как бы тут с оружием каких-то заворужек не было среди населения ретроградный плутон вот ретроградные посмотрите четыре планеты вот когда такие планеты очень частые катастрофы и очень частые аварии да not в общем август месяц такой довольно напряженный будет но посмотрим сентябрь посмотрите пожалуйста как выглядит карта сентября здесь еще продолжается противостояние между сатурном и ураном эти планеты ретроградные ретрогадные как я их называю так и жди какой-нибудь пакости в мире и это конечно же говорит о том что между людьми настроенными революционно и между государствами которые хотят закабалить людей конфликт люди не хотят такого давления от нас со стороны государства на себя конечно же будут революционные настроения в принципе не рекомендую в этот период времени путешествовать самолетами вот часто вижу что именно на этих дальних социальных планетах ретроградных случаются серьезные аварии пожалуйста прислушайтесь к моим рекомендациям посмотрите здесь на венеру она стоит в оппозиции по отношению к сатурну возможны задержки зарплат возможно банки перестанут выдавать ссуды банки завяжут пояса нам с вами скажут мы хотим больше процент еще больше процента если вы взяли ссуду вероятны какие-то контролирующие организации опять придут к ваш кошелек будут совать нос заплатил ли ты налоги так что лучше заплатить и чтобы потом потому что вот понимаете сатурн в оппозиции к венере вот еще и долговая яма из-за чего из-за того что вы кому-то задолжали здесь очень аккуратно пожалуйста распоряжайтесь своими деньгами ну и конечно банковские деньги это тоже могут довести до судов доведения до судов закрепощение людей из-за денег то есть вплоть до того что в тюрьму могут посадить кстати аккуратно с мошенниками потому что мошенники захотят ваши деньги выуживать и отдав эти деньги мошенникам вы можете просто остаться на бабах очень аккуратно и рачительно следите за своим кошельком меркурий стал напротив юпитера а еще еще одно указание на то что активизируются мошенники причем какие которые разговаривать умеют очень много да и здесь у вот от правды людей смотрите новости и фильтруйте все что вам говорят в сентябре месяце потому что новости эти будут скорее всего неправдивыми аккуратно здесь нужно вести себя на воде здесь кстати тоже наводнения могут быть осторожно путешествуйте водным транспортом я бы даже сказала что лучше отказаться от путешествия водным транспортом октябрь 2022 года довольно сложный и очень напряженный месяц вопросы касающиеся революционных настроений в обществе манипуляции подковерных игр не неверной информации которая подается из средств массовой информации извините за тавтологию а также воинственных настроений вот здесь вот могут гибнуть корабли пожалуйста не пускайтесь в кругосветное путешествие в этот период времени манипуляции связанные с деньгами запрещение людям вообще как-то себя проявлять по творчеству конфликтные ситуации между людьми гарантированы здесь можно даже поругаться с человеком сказать одно единственное неаккуратное слово поругаться так что останетесь на всю жизнь просто напросто врагами ноябрь месяц 2022 года довольно сложный месяц вообще ноябрь это всегда солнце в скорпионе и мы понимаем что это риск экстрим и какие-то колкости неуравновешенные взаимоотношения между людьми ну и мы видим здесь и солнце и венера и меркурий и поэтому осторожно со своими деньгами потому что могут просто криминальные какие-то личности забирать у вас эти деньги в том числе да это могут быть мошенники в общем осторожно следите за тем как вы распределяете свои семейные траты и как вы открываете кошелек при ком кто видит то что вы сейчас какими-то деньгами расплачиваетесь вообще довольно хорошее время для тех кто занимается инвестициями но здесь надо аккуратненько посчитать посмотреть как эти планеты стоят конкретно по отношению к вашему гороскопу потому что здесь могут быть нюансы вообще конечно месяц для инвестиций очень хорош и также еще для банков и банковских работников посмотрите на неадекватный марс который стоит в ретроградной фазе в ретрогадной фазе в знаке зодиака близнецы торговля оптом и в розницу здесь под большим большим риском и посмотрите как этот марс становится в квадратуре с ретрогадным юпитером с ретрогадным нептуном осторожно плавайте в море осторожно выходите на катере куда-то на реку вообще прогулки вот эти вот я не рекомендую морские или речные вообще очень осторожно пожалуйста потому что очень часто и вот именно утонуть мы кстати наводнения наводнения прям довольно масштабная широко масштабная тоже будьте пожалуйста осторожны и смотрите когда у вас там тают льды хотя в ноябре они только еще и собираются эти льды намерзать но тут вот я вижу что ситуация может быть действительно очень серьезно кстати серьезная конфликтная ситуация вплоть до воинственной ситуации на международной арене страны могут друг с другом вот в холодную войну точно вступить декабрь 2022 года вот вообще не расходятся планеты от конфликтов так вот они и норовят друг с другом поругаться посмотрите пожалуйста здесь активизируется скорее всего какие-то шпионские организации кстати которые начнут формировать свои неприязни еще в ноябре месяце и посмотрите здесь на знак зодиака рыбы тут концентрированы две планеты одна из них нептуна на ретроградная и в квадратуре к марсу к ретроградному а также посмотрите сколько планет знаки зодиака стрелец таким образом создают то у квадрат это очень негативное время негативное влияние этих планет на международную арену стрелец всегда отвечает за иностранцев иностранную деятельность рыбы всегда отвечают за подковерные игры за людей которые занимаются шпионажем а марс всегда отвечает за воинственное настроение здесь могут быть конечно очень серьезные манипуляции шантаж ну и также две планеты которые они вот вообще просто фоном идут последние два года сатурн и уран ретроградный стоят в квадратуре по отношению друг другу тоже жди революционных настроений вообще месть какая-то вот мстительность тут много чего намешано плутон который стоит казалось бы в секстиле по отношению к юпитеру и нептуну тоже не прибавляет оптимизма поскольку поскольку плутон есть плутон это планета войны смерти очень хотелось бы конечно чтобы вы подписались на лайки я надеюсь что у всех у вас личная жизнь в личном плане будет складываться исключительно хорошо у меня на сегодня все я за звездный позитив